Всем привет! В первом видео этой рубрики я мельком упоминала о том, какие типы задач стоят перед теми, кто решает кейсы. На верхнем уровне это могут быть кейсы на поиск проблемы и кейсы на поиск потенциала. Сегодня поговорим об этом более подробно, а также расскажу о том, как понимание того, какая перед вами стоит задача, поможет в формулировании правильных вопросов во время анализа и решения кейса. Два основных типа задач, с которыми мы сталкиваемся в кейсах, это поиск проблемы и поиск потенциала. Как правило, формулировка кейса на поиск проблемы в основном заключается в ухудшении целевого показателя, а основной целью такого типа кейсов является выявление причин данных изменений и определение способов их устранения. Предложения по исправлению ситуации могут быть как частью задания, в этом случае нам дают информацию, и мы считаем эффект от предложенных инициатив, так и частью рекомендации. В этом случае возможные решения лишь скользь обговариваются ближе к концу кейса с интервьюером. И дальше в рекомендации мы лишь упоминаем о том, что данные инициативы стоит рассмотреть и более подробно проанализировать. Что касается кейсов на потенциал, то здесь можно условно разбить их на три крупные группы. И первая группа – это необходимость улучшения целевого показателя – очень схожа с кейсом на решение проблемы. Однако финальной целью данного кейса является выявление драйверов, которые имеют наибольший потенциал улучшения. Несмотря на разные цели, ход решения в этих двух типах кейсов будет очень похож. Он заключается в декомпозиции целевого показателя и выявлении одного или нескольких драйверов, в которых либо были изменения, если мы решаем проблемный кейс, либо имеется наибольший потенциал для улучшения, в случае если мы решаем кейс на потенциал. Для решения этих двух типов задач, как правило, стоит применять сначала формульную структуру. Она помогает декомпозировать показатель и локализовать актуальный для данного кейса драйвер. Далее можно использовать качественную структуру, которая поможет ответить на вопрос, почему изменился показатель, либо как мы можем его улучшить. Если говорить про конкретные типы кейсов, которые встречаются в этих двух случаях, то поиск проблемы – это кейсы на ухудшение финансовых, операционных, либо прочих показателей компаний, таких как прибыль, выручка, доля рынка и т.д. В любом случае, целью данного кейса является определение изменившихся драйверов, а также поиск причины их изменений. Если мы говорим про поиск потенциала, то типы кейсов будут очень похожи, однако в этом случае финансовые или операционные показатели нам нужно будет улучшать, а не искать драйвер, который изменился. Целью в данном случае будет определить драйверы, которые можно улучшить, драйверы, улучшение которых принесет максимальный эффект. Возможно рассчитать эффект от улучшения того или иного драйвера и возможно предложить какие-то более конкретные действия по улучшению того или иного драйвера. Следующим типом кейсов в блоке «Поиск потенциала» можно выделить инвестиционные проекты Если говорить про инвестиционные проекты в целом, то целью любого инвестиционного анализа является прогнозирование и расчет результатов инвестирования, а также оценка рисков Если говорить про тип структуры, который стоит использовать в данном типе кейсов, то нельзя однозначно сказать, что сюда больше подойдет – формула или качественная структура Это будет очень сильно зависеть от того, какую цель назовет ваш интервьюер, когда будет задавать вам этот кейс Соответственно, если цель будет четкая числовая, то есть некий числовой показатель, который можно рассчитать, то тогда скорее структура должна быть формульной С помощью этой структуры вы сможете рассчитать, достигнет ли инвестиционный проект заданного числового показателя В случае, если такого числового показателя нет и вас просто просят определить факторы, которые повлияют на успех инвестирования, скорее всего, в этом случае структура должна быть качественной Если говорить о типах кейсов в блоке инвестиций, то можно выделить запуск нового проекта или продукта, выход на новые рынки, либо покупку компаний Что касается цели, то чаще всего она будет финансовая, либо целью может быть также достижение неденежного, но все же измеримого ценностного результата Такая цель будет более релевантна для некоммерческих организаций В случае, если мы говорим об увеличении эффективности инвестирования корпораций Красный Крест В данном случае для нас будет основной числовой целью увеличение положительного эффекта на как можно большее количество людей Однако же, эта цель тоже измеримая, поэтому мы можем ее считать как числовую цель для инвестиционного анализа Если говорить про классические финансовые цели, то можно выделить инвестиционные показатели и операционные показатели Среди инвестиционных показателей, самые распространенные в кейсах, это срок окупаемости, payback period, возвратные инвестиции, return on investment и чистая приведенная стоимость, net present value В принципе, если речь идет об эффективности инвестиций, скорее всего в кейсах будет использован один из этих показателей Однако, кроме инвестиционных, есть также операционные показатели Это прибыль, выручка, доля рынка, маржинальность и любые другие операционные показатели, которые могут показаться инвестору релевантными в данном конкретном случае Кроме инвестиционных и операционных, есть также специальные показатели, которые используются под конкретный тип кейса Это может быть, например, синергия, которая чаще всего анализируется, если мы говорим о покупке компании Либо каннибализация, которая чаще всего анализируется в случае запуска нового продукта при имеющихся текущих продуктах Данные показатели в кейсах могут как попросить оценить отдельно Также они могут быть частью общего финансового анализа То есть с помощью них мы можем корректировать наш существующий финансовый расчет Если говорить про последний тип кейса в блоке поиск потенциала, то я их назвала прочие кейсы на потенциал Сюда попали все те кейсы, которые не попали в предыдущие блоки Объединить их можно тем, что для них для всех важно выявление основных факторов, которые связаны с той или иной ситуацией, а также их структурирование То есть по сути в этом типе кейса важна как генерация контента, так и умение этот контент структурировать Темой такого кейса может быть все что угодно Давайте посмотрим более подробно на то, какие типы кейсов нужно встретить в этом блоке К примеру, вас могут попросить спрогнозировать влияние определенных факторов или событий на клиента Клиентом здесь может выступать как коммерческая организация, так и какая-то социальная организация Также это может быть город, страна, любая другая структура, с которой могут работать консультанты Вас могут попросить спрогнозировать влияние вступления страны в ВТО на конкретную компанию или на страну Вас могут попросить спрогнозировать влияние появления у конкурентов новой технологии на вашего клиента коммерческую компанию И так далее, то есть вариантов кейсов в данном блоке может быть множество Вторым по типам кейсов можно назвать определение факторов, которые влияют на какую-то ситуацию или показатель Здесь вас могут попросить назвать факторы, которые влияют на цену того или иного товара Факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность города, на экономический рост города И многие другие вещи, которые связаны с экономикой, возможно с политикой, возможно с какими-то бытовыми ситуациями Как в первом, так и в другом случае важным является генерация контента То есть в первую очередь вы делаете небольшой брейнсторм, генерите контент, но потом пытаетесь его заструктурировать Именно поэтому чаще всего в этих типах кейсов применяется качественная структура Здесь также есть блок прочие, потому что невозможно учесть все те типы кейсов, которые вам могут дать на интервью Поэтому в данном блоке у нас есть также блок прочие Если говорить про цель в данных типах кейсов, то чаще всего нет какой-то четкой числовой цели Она либо не определена, либо определена абстрактно И основной задачей данного кейса является генерация релевантного для данного вопроса контента А также его правильное структурирование Собственно, тренировка качественной структуры вам очень поможет в решении подобного типа кейсов Если говорить о том, как данные знания могут помочь вам в решении кейсов То нужно в первую очередь поговорить о тех шагах, которые нужно пройти во время решения кейса В первую очередь, когда вы только услышали задание, попробуйте определить для себя тип задачи в данном кейсе Далее, во время открытия Открытие – это момент, когда мы задаем уточняющие вопросы перед тем, как рисовать основную структуру Задавание уточняющих вопросов абсолютно не означает то, что вы не можете начать рисовать структуру уже во время ответов на вопросы Однако делать это стоит лишь в том случае, когда ответы очевидны И вы можете очень быстро и не мешая процессу коммуникации нарисовать эту структуру В противном случае мы сначала получаем ответы на вопрос и затем берем минуту, чтобы все заструктурировать Итак, во время открытия кейса нам нужно сделать две вещи Первое – это определить цель данного кейса Второе – узнать больше про бизнес-модель Если говорить про цель, то тут очень поможет понимание того, какой тип кейса вам предстоит решать Соответственно, если вы решаете кейс на поиск проблемы, то цель более очевидна Обычно в данных кейсах целью является выявление, локализация изменившегося драйвера И презентация каких-то рекомендаций по поводу того, как все вернуть как было Однако вернуть как было не может являться целью В этом случае попробуйте конкретизировать То есть узнайте у интервьюера, насколько изменился показатель, который вам предстоит анализировать Это вам нужно для того, чтобы вы понимали, какой процент возврата будет релевантным для данного кейса Если мы говорим про кейсы на потенциал, то определение цели здесь играет еще более важную роль Потому что потенциальных целей в данных типах кейсов может быть очень много И первое, что стоит сделать, это все-таки спросить у интервьюера Всегда помните о том, что желательно цель оцифровать То есть получить какой-то конкретный числовой показатель, который мог бы являться целью в данном кейсе Однако, если это не получается, хотя бы попробуйте прийти к какому-то единому мнению с интервьюером Чтобы в конце решения кейса у вас не возникало недоразумения Что касается бизнес-модели, то здесь есть несколько способов Если речь идет о каком-то знакомом вам виде бизнеса То наиболее простым вариантом будет сравнить то, что вам говорит интервьюер с чем-то, что вы знаете Например, если вам говорят про крупнейшую авиакомпанию, можете сделать сравнение с аэрофлотом Если вам говорят про крупную ритейл-сеть, можете сделать сравнение с магнитом или перекрестком И если в этом кейсе речь идет немного не о такой компании, тогда уточните, что именно там отличается Если речь идет о каком-то незнакомом вам виде бизнеса, лучше задавать более конкретные вопросы, которые помогут вам получить понимание Здесь речь идет о конкретных revenue streamах, о возможных сегментах А также можно запросить value chain в случае, если вы понимаете, что вам предстоит анализировать издержки В любом случае вопросы о том, как устроен бизнес, помогут вам сделать структуру более кастомной и более специфичной для данного конкретного кейса Соответственно, следующий шаг – это само решение Понимание того, какой перед вами тип кейса, поможет формулировать гипотезы, которые соответствуют этому типу задачи То есть, если вы решаете кейсный потенциал, забудьте о том, чтобы спрашивать, где были изменения Потому что изменений не было, но нам нужно сделать так, чтобы они были и были в лучшую сторону Соответственно, если вы будете держать в голове задачу данного кейса, вам будет намного легче формулировать гипотезы И также задавать по ним вопросы по ходу решения кейса Если говорить о рекомендации, то можно выделить два типа В формате топ-даун, когда есть просчитанные варианты, последствия, и вы можете четко рассказать интервьюеру, что стоит делать, какой эффект это нам даст И почему другие методы менее эффективны Либо в формате пропозал, когда в ходе решения кейса вы не пришли к единому решению Либо у вас в принципе не было данных рассчитать их эффективность Часто есть смысл совмещать два типа рекомендаций Тогда вы по какой-то ветке пришли к конкретному просчитанному варианту А по другой ветке у вас только намечены потенциальные шаги, которые можно было бы здесь делать Соответственно, в первую очередь вы говорите о просчитанном варианте И дальше в качестве дальнейших шагов упоминайте то, что вы еще не успели проанализировать Соответственно, понимание типов кейсов очень поможет вам в том, чтобы задавать правильные вопросы И формулировать правильные гипотезы во время решения кейсов Попробуйте использовать эту методику во время вашего следующего решения с партнером И напишите нам в комментариях, помогло ли вам использование нашей методики До встречи в следующих выпусках